Уху-ху-ху! 5G! Только вставил симку и уже 5G поймал смартфон! Это при том, что здесь нету вышек 5G! До ближайшей вышки несколько км, но я смог пробить, да! Вот этот смартфон, он смог! Но выглядит он, конечно, дичь! Хотя вот задник мне нравится, слышите, прикольная тема! Бро, я, как и ты, подписался почти на все телеграм-каналы любимых блогеров И уже не могу понять, где что находится Поэтому предлагаю тебе сделать то же самое Подписаться на мой телеграм-канал А лучше всего подписаться на мой ВК-паблик Так будет намного удобнее Потому что Ютуб скоро может сказать Я ухожу Или наши ребята скажут Так, все, он устал, он уходит А так мы не потеряемся Доро, бро! Поскольку все вы знаете, что сейчас рубль очень занят Он пробивает дно просто снистовой силой Так вот, я телеграфировал Илюхи с канала Распаковка 2 Паковка И он выслал мне 3 супер актуальных смартфона От которых у меня просто кровь стынет в жилах Распаковка Внутри у нас смартфон Зарядка Пленка на экран И даже есть чехол Скажите об этом Самсунгу Они с ума сойдут Слушайте, а дизайн-то, ну, неплох Это определенно приятно держать в руках Камера, конечно, дичь несусветная Еще мини-джек не оцентрован Зарядка, микро-USB Просто ужас Ну а что, вы видели, сколько Poco M4 Pro стоит? Вот, новый король бюджетников Знаете чё? Ну, блин Мне он нравится Не то, как он работает, а внешне У него не то, что прям огромный подбородок Но великоват Вверху каплевидный вырез Экран, по всей видимости, тут IPS AIDA64 говорит, что разрешение у смартфона 1440 на 3200 С плотностью пикселей 240 Ну, все понятно AIDA64 приказала долго жить Потому что, ну, экран здесь Максимум HD разрешения Прям вот максимум Потому что пиксели невооруженным глазом заметны Интересно, что AIDA скажет по поводу характеристик Ну, как мы видим, безумие продолжается 888-й дракон Выполненный внезапно на 28 нанометрах Состоит из 10 ядер Cortex-A7 Графика Mali-400 16 гигабайт оперативной памяти 250 гигабайт постоянной Ну, это все, конечно же, очень прекрасно Спасибо Мне нравится читать такие характеристики Но еще по факту В настройках оперативы вроде как занято аж 9 гигабайт А встройка забита практически на полную Из чего следует, что оперативы, мне кажется, здесь максимум 2 гигабайта А встроенной максимум 5 Ну, что сказать Характеристики топовые Давайте прогоним тесты В Antutu этот Frankenstein выбивает 25 тысяч баллов Троттлинг-тест ровный Как расческа Чубаки 10 тысяч гипсов в максималке и 5 тысяч в минималке Остальные тесты отказались принимать участие Поэтому предлагаю подушить его в игры Я скачал Asphalt 8, танки и зомби против растений И, конечно же, сразу врываемся в бой На удивление, танки запустились и более того Они идут без тормозов Две катки Естественно, я везде победитель Ну, а как иначе И за 15 минут минус 15% заряда Следом Asphalt 8 И снова все отлично Картинка плавно Никаких подвисаний Вожу я прекрасно Шумахеру есть чему поучиться За 15 минут минус 20% заряда Ну и полирнем все зомби против растений 20 минут минус 10% заряда Если честно, я в шоке А кум, конечно, говно Это понятно Но игры смартфон тянет Да, недолго Но, думаю, часок он протянет Хорошо, понятно Производительности ему не занимать Что в плане повседневных задач Я скачал навигатор И отправился в маленькое путешествие Так, ну, к моему огромному сожалению Его даже навигатором не назовешь Во-первых, точность определения Один квадратный километр Во-вторых, скорость он тоже не кажет Не понимая, с какой скоростью передвигаешься Так еще, плюс ко всему Он перемещается рывками Что тоже не очень Потому что пропустить свой поворот Прям очень-очень легко Так что, такое себе А вот еще одна проблема Когда я выезжал, было около 50% заряда За сколько там, минут 30 я еду И все, у меня осталось 15% заряда Так что, не, ребят Такие смартфоны покупать могут только блогеры Которые хотят поражать Покупать такие смартфоны для того, чтобы им пользоваться Категорически запрещено Законами здравого смысла Вернувшись из путешествия Я решил немного отдохнуть И запустить YouTube Но, к сожалению, смартфон был заряжен Поэтому пришлось его поставить на зарядку Аккумулятор здесь по версии Самого честного и беспристрастного приложения AIDA64 На 6700 мАч Комплектная зарядка здесь Аж на целых 5 Ватт Которая сможет зарядить смартфон Примерно никогда Ну и, как вы понимаете Хватает его примерно на один день Если не пользоваться Если запустить навигатор Или YouTube То все хана Ну, мне нравится И мне больше и не надо Потому что я давно хотел Начать жизнь реальной жизнью А не сидеть в соцсетях Видимо, прослушка Instagram Меня услышала И вот теперь мы имеем то, что имеем Ну ладно Предлагаю протестировать камеры И, думаю, можно покупать Видео смартфон записывают В разрешении лексической многозадачности С количеством кадров Видеопроизводства в моем лице Цветопередача здесь Субъективно ощущается И даже есть цветовой баланс А это фронталка Фотографии тоже получается сделать Днем они еще более или менее Могут передавать атмосферу уныне А ночью депрессивное состояние От ощущения, что всем Или шум на чужой пленке Становится невыносимым Подводя итог Что хочется правильно всплакнуть Потому что всем нам хочется верить Что Тони Старк жив А китайский смартфон Купленный на блок БУ жвачки Имеет право на жизнь Но реальность такова Что кажется я поехал ку-кухой И это не мудрено Потому что сутки Проведенные с китайским смартфоном Остаются в китайском смартфоне Вместе с рассудком Так что как-то так Сау-бол Субтитры сделал DimaTorzok